Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарк и так Вальдемарк опять появился В следующей неделе я ничего не снимал. В принципе, я снимал, но не стал выставлять. Вот такие дела. Короче, неделя, ребятки, прошла. Погода, как видите, барахло. Нахожусь я, как вы поняли, уже на участке здесь. Ковыряюсь кибитки. Все нормально, все хорошо. Лодку резиновую стащили. А весла оставили. Все, ребята, если кому весла нужны, вы мне напишите, я оставлю весла, чтобы пришли и весла забрали. Ну, год сайтан, значит, лодку утащили. Ну и слава Богу. Кому она только нужна, в принципе. Нет, я тему ее поднимать не буду, потому что мне ее не жалко. Но она все равно мешалась. Она ни туда, ни сюда. Она стоит 40 евро всего лишь. Она уже древняя, старая, там, желатанная, перелатанная. Один раз я сам был наехал. Дно пробил. А потом, когда Юрик был, блесну кинул. Ну, конечно, мы все это заклеили. Ну, в принципе, она рабочая была. Может, было. Ага. Все-таки на ней еще. Покататься маленько. Я, да, сразу был не заметен. Два раза зашел в это помещение, где она стояла у меня. Так потом, да, что-то тут не хватает. Давайте, ребята, поговорим, наверное, о том, что у нас творится вообще на работе, да, в целом. В целом у нас сейчас опять начинается отпуска у людей. Потому что, как вы знаете, или кто не знает, по всей Германии сейчас везде каникулы у детей. И, короче, на автобанах пробки везде. Да и так я только смотрел, вот, тоже много видео смотрю. Вот кто едет в сторону туда, на юг, в сторону Италии, Хорватии, Словении, все, кто туда еду. Там, ребята, такие пробки сейчас. Труба. Люди там стоят так долго. А даже вот перед Вином было тоже 30 километров. 30 километров была такая пробка. Ну, и понятно, да, по всей Германии сейчас каникулы у детей. Ну, и многие люди, значит, поехали отдыхать. Тем более разрешили, можно ехать. Хотя, опять же, уже не везде. Опять-таки свои новые положения. Ага, значит, если вы приезжаете с отпуска, то вы обязаны предоставить, значит, тест. И все, ну, как-то комишь. Ну, как-то, ребята, я до сих пор еще, как они обманывают вас, да? То есть, кто привился и кто переболел, там тест не надо предоставлять. А кто, значит, не тестировался, то есть, не укололся, ты должен тогда тест показать. Будто бы те, которые привитые и которые переболели, не могут переносить этот вирус. Ну, смешно же, да? Ну, как-то смешно. А любыми путями стараются, чтобы люди все взяли эту вакцину, да, чтобы они вакцинировались. Не знаю, к чему это идет. Да, сказали по радио, сегодня утром, по-моему, я слыхал. Уже каждый пятый ребенок от 12, по-моему, до 18 лет уже тоже привился. Когда они успели? Каждый пятый ребенок привился. Когда они успели, то сперва это еще не было принято, что детей будет прививать. А тут херак уже это самое. Ага, каждый пятый ребенок уже самое привит. Как они по ушам ездят. И какой родитель потащил ребенка туда прививать. Хотя, в принципе, как я вам рассказывал, у нас на работе, а еще месяца два назад, наверное, да, когда я в отпуску был, тоже с детьми были, пришли. Хотели детей тоже привить. Ну, не знаю, люди такие. Кажем у вас свое, ребят. Я ничего против не имею. Кто хочет, пускай вакцинируется. Просто мне, как-то, как вам сказать, сказать, но они прямо брешут аж на ходу. Неужели люди не видят, что это... Что это настоящий обман. А значит, кто переболел, и кто уже вакцину эту сделал, тема, значит, не нужно проверяться, а еще с отпуска приезжает. Так ты же тоже можешь его привезти. Ну, как-то, трудом какой-то. Смех и грех, ребят, смех и грех. Теперь они, как мне сказать, говорят, что детей обязательно нужно прививать. Именно вот этот сейчас, который индийский, да, по-моему, или какой там сейчас, который мутированный. Именно вот этот заболевают дети. Дети именно с 12-18 лет заболевают. Ну, не знаю я. Никто нигде не говорит, что сильно много детей переболела или заболела, да? Вот именно, ну, я это, правда, не знаю. Просто бабки качает больше не черта. Хотя, в принципе, я тоже где-то жили. Можно заехать, конечно. По-моему, в Израиле уже изобрели или придумали таблетки такие, которые лечат от коронавируса. Понимаете? Это просто же прививки нам делают. То есть нас заражают, да? А то же они придумали медикаменты, которые лечат от коронавируса. Не знаю, насколько это правда. Тоже я где-то видел, тоже такое видел. Вот. И даже там рассказывается, что люди уже были в больницах с этими аппаратами, да, которые, ну, когда дышишь, которые даже им тоже, когда эти медикаменты начали давать, и они полностью выздоровели. Возможно, возможно. Поэтому я и говорю, что надо искать им, значит, лекарства, изобретать, да, или как-то исследовать, чтобы лекарства сделать, а не эту вакцину. А вакцина, что это? Просто они эту прививку сделали тебе. Как вакцина, я неправильно говорю. Просто они сделали вам укол. Но это же не самое, это же не лекарство, она не лечит. Просто прививку какую-то делаешь, чтобы вы, тогда будете, самое, не так сильно заболеете, перенесете легче намного с коронавирусом. Нужно делать лекарства, уникаменты, которыми можно лечить от этого. Ну, если это правда, ребят, пишите комментарии, что слышали, кто слышал, да? Или опять, может быть, какая-нибудь такая фейк, может быть. На работе тоже, ребята, у нас, как я уже сказал, многие сейчас в отпусках, да? И это самое, кто заболел, кто в отпуску, работы много, сейчас делаем, поставим переработку. На той неделе тоже делали, а сейчас раньше приходили. Сегодня пришли, как обычно, да, ну, еще сейчас перерабатывали. А теперь сказали, до конца недели так же будем. Людей не хватает, людей не хватает. И не только на нашей фирме, и во многих фирмах сейчас так, да? Может, я уже и говорил, или, может, я говорил в то видео, снимал, которое и не выставил. Я могу ли этих людей понимать, да, понятному, которые сейчас не хотят работать. Вот, смотрите, у нас, ну, больше на фирме много не платят, да? И, в принципе, в Римагафе у нас зарплата не очень-то большая. Я людей этих понимаю, которые сейчас не хотят, не хотят идти работать. А раньше они работали, да, еще до коронавируса, там, они еще, еще, допустим, работали, да, так скажем. Заплата у них была маленькая, перебивали. Как получалось, так у них, может быть, что, именно хватало им, как прожиточный минимум. Ну, может быть, там, стольник наверху еще было, или 200, может, больше было, чем прожиточный минимум. А потом, когда вот начался этот коронавирус, у многих же начали, ну, чтобы работали не полностью рабочий день, да, укоротили рабочий день. Или работали всего два раза в неделю, ну, коротко сделали, просто укоротили рабочие дни, потому что работы немного было. И люди за это время, некоторые, нашли другую работу. То есть, понимаете, допустим, когда человек раньше работал, до коронавируса, да, до этого, он, черт с ним, там, на 200 или на 100, там, у него больше получалось, чем он получает от государства. Ну, у него просто уже отложена была эта система. Вот утром идет он на работу, с работой, вот, никто его не трогает, вот он отработал, заработал свои, там, скажем, излишки. Ну, лишний будет, там, 200 евро. Все нормально, просто система у него функционировала. И даже надо было где-то ходить, искать эту работу, это отпрашивается, значит, с этой работы. И, а сейчас, ну, когда было, укоротили рабочий день, у него времени было побольше, люди ходили, искали другую работу. Кто-то нашел другую работу, а кто-то прикинул за это время, потому что получал, значит, деньги от города, я вам прикинул, ну, разница, там, допустим, в стольник, нахера я буду работать, да? Ну, я их понимаю, люди, я понимаю, конечно, здесь зарплата маленькая, нахера я пахать, ага. И что, в результате, получается, по нулям выходишь, да? Я же говорю, если у вас семья четыре человека, просто так, ребята, сейчас, грубо посчитаем, да, ну, пускай там, пускай по 500, да, допустим, прежде чем-то, там, 400, или сколько там, пускай по 500. И ты думаешь, еще четыре человека, нужно 200, а, 2000. Нужно 2000 в месяц на руки получать. Берем, афин, такую работу тяжело найти. У нас в городе, допустим, да? Чтобы ты получал на руки уже 2000. И это, если только выйдешь по нулям, это выйдешь только по нулям, понимаете вы? Поэтому люди, у них было это время, они все это посчитали, пересчитали. Даже, если он пойдет работать, у него настольник будет больше, нахера я, это ему надо, да? Допустим, найдет где-нибудь по черному работку, пойдет раз в неделю, у какого-нибудь бабки, у детки, там, траву скосит, говорит, поковыряется, ага, заработает свои, там, 60 евриков в неделю, да? Ну вот и получается, у него 200, 300 евриков, у него будет по-любому, больше даже, да? Если бы он работал. Поэтому я эти люди понимаю. Я не хочу сказать, что это правильно делают, да? Но я их понимаю, я бы тоже так, наверное, сделал. Потому что смысла нету тогда. Люди поняли, и теперь везде не хватает рабочих. У нас даже сейчас на работе, если ты приведешь нового работника, и надо, чтобы он отработал, по-моему, 3 месяца, 3 или 4 месяца, надо, чтобы он отработал, и вы получите, как в награждении, премию такую, 300 евро, по-моему, получите вы премию. Вот так вот, ребята. Людей не хватает. Зарплата маленькая. И если же биржа труда, да, и никто не приходит оттуда. Ну, что они же по-любому, фирмы же везде, значит, контакты имеют, да? Значит, она из биржи труда имеет, и, значит, именно в те тоже фирмы, где, как Аляй, фирма, да, не знаю, как на русской будет, где временно тебе ищут работу. Там, сегодня, завтра, там работаешь. Они по-любому везде контакты у них есть, да? По-любому они везде уже сообщили, что им требуются, ну, в общем-то, рабочие люди. А никто не приходит. Вот такие дела, ребята. Такие дела. Люди поняли. То есть у них было время подумать, да? Правильно делают, в принципе, ребята, правильно делать. Раз государство деньги платит, зачем зря? Здоровье губить, не, ради сотни какой-то лишней. Это так вот будет, наверное. Вот такие дела, ребята. Траву с косилами сейчас уже приехал. Траву с косилами, видите, я, поэтому я постоянно видео снимаю, наверное, как в одной одежде, но я просто переезжаю сюда, крапива зашел, кусается теперь. Крапива такая уже, 2 метра, наверное, высоты. Ну, где я ходил, там, где траву выкидывал, где-то зацепил маленько. Ага. Но я, постоянно, переодеваюсь здесь, и поэтому, кажется, что я постоянно в одной одежде, она даже грязная. Котча бетонировал еще. Ну, потихоньку ковыряюсь, да? Ага. Ну, и, короче, думал, может, на рыбалку, ну, я самая, на той неделе так и я и попал, то есть, вот, в субботу, воскресенье. Тоже я был тоже здесь, не стал удочки брать, потому что это она отвлекает меня. Вот такие дела, ребята. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день, да? Вот такие дела. Не знаю, к чему мы придем. В целом, вообще, к чему мы придем, все, да? Наводнение, вот такие дела. Все, ребята, это будет все. С вами был Вальдемарка. Просто видео давно уже не снимал. И всегда все еще мокро, как сейчас косил. Бегаешь за этой косилкой. Трава, в принципе, не такая-то и высокая была. Но бегать за машинкой то надо, да? Ха-ха-ха. Такие дела. Все, ребята, всем большое спасибо. За лайки, балалайки, пишите комментарии. А с вами был Вальдемарка. До следующей встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok